Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередные новости. Сегодняшние темы дня. Президентский указ Западной Армении. В Себастье в рамках проекта «Крепостные раскопки» обнаружено 42 тысячи исторических экспонатов. В Ахлокелакской больнице возобновились плановые операции. Республика Армения улучшила свои позиции в Международном индексе экономической свободы. Уполномоченный по правам человека Армении вынес на обсуждение в Бундестаге вопрос о немедленном возвращении заключенных, находящихся в Азербайджане. Фильм про Арцах был показан на Берлинском международном кинофестивале. Копии армянских миниатюр будут представлены на выставке «Искусство цветения». Указ президента Республики Западная Армения под номером 85 от 2 марта 2021 года. Статья 1. Открытие почетного консульства Республики Западная Армения в Буэнос-Айресе, Аргентина. Назначение почетного консула Республики Западная Армения в Буэнос-Айресе в лице господина Гильермо Алехандро Караманяна. Статья 3. Назначение имеет срок в 2 года. Статья 4. Решение будет опубликовано в официальном вестнике Республики Западной Армении. Указ подписал президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. В результате раскопок, проведенных в рамках крепостного проекта, муниципалитетом Себастьеев Западной Армении было обнаружено 42 тысячи исторических экспонатов, относящихся к разным периодам. Согласно заявлению муниципалитета Себастьеев, раскопки продолжаются, выявляя все новые исторические объекты, благодаря которым туризм города будет развиваться. На 90% завершена первая фаза проекта по определению архитектурных сооружений. Старинные экспонаты, которые показывают, что история Себастьеев древнее, чем считалось ранее, будут выставлены в замковом доме-музее в рамках проекта. Согласно сообщению муниципалитета Себастьеев, раскопки продолжаются. В Ахакалакском госпитале возобновились плановые операции, включая глазные. С 1 марта возобновилось финансирование плановых операций в рамках всеобщей программы здравоохранения. Об этом Первому каналу Грузии сообщили из Министерства. Плановые операции будут проводиться после утверждения Министерством здравоохранения. Напомним, что в ноябре прошлого года из-за распространения коронавируса в стране выдача гарантийного листа на плановые хирургические услуги в рамках государственной программы всеобщего здравоохранения была приостановлена. Операции бесплатны для пенсионеров. 70% платит государство, 30% – муниципалитет. Остальные граждане платят 30% от всей суммы операции. В рейтинге экономической свободы The Heritage Foundation 2021 года Армения улучшила свои позиции на 2 пункта. Как сообщает Armin Press, за год из максимальных 100 баллов Армения набрала 71,9 балла, войдя в число стран с преимущественно свободной экономикой. Армения находится на 32-м месте среди 178 стран. В индексе прошлого года Армения занимала 34-е место. В 2018-19 годах Армения занимала 44-е и 47-е места соответственно. В тяжелые для мировой экономики времена отчет 2021 года публикуется с учетом распространения эпидемии COVID-19. Параллельное развитие реакции на эпидемию коронавируса и экономической свободы приведет к более лучшим результатам в обоих сферах, говорится в отчете. На Южном Кавказе, согласно отчету, Грузия имеет самый высокий индекс экономической свободы, заняв 12-е место с 77,2 балла. Азербайджан находится на 38-м месте. Базирующийся в Вашингтоне The Heritage Foundation считается одной из самых влиятельных структур государственной политики США. В Бундестаге была организована онлайн-дискуссия об армянских военнопленных в Азербайджане, в ходе которой защитник прав человека Армении выступил с отдельным докладом. Как сообщает Армен Пресс и аппарат омбудсмена Республики Армения, обсуждение проходило под главенством председателя постоянной комиссии Бундестага по правам человека Михаэля Бранта и председателя комиссии Мундестага Мариана Вента. В дискуссии приняли участие более 70 немецких депутатов. Омбудсмен поднял вопрос об актуальности возвращения задержанных в Азербайджане военнопленных, военнослужащих и мирных жителей армянской стороны. Арман Татуян отметил, что власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, чтобы причинить душевные страдания армянскому обществу и особенно семьям военнопленных, а также создать напряженность в стране. Омбудсмен также предоставил информацию о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в ходе войны. В программе Берлинского международного кинофестиваля «Форум» был показан фильм 2021 года «Черный бах Арцах», получивший негативную реакцию в интернете со стороны азербайджанских пользователей. Азербайджанские пользователи гневно отреагировали на название фильма, посчитав первоначальный сценарий, опубликованный на сайте Берлинале, необъективным. Фильм рассказывает об армяно-азербайджанском конфликте, основанном на интервью с жителями Арцаха, снятых еще в 2007 году между двумя войнами. Режиссерами фильма являются Ирэн Анастас и Рене Габри. В фильме, повторяющем ритм кантата Баха и состоящем из 13 актов, пейзажи переплетаются с голосом за кадром, отражающим природу войны и идентичности. Описание фильма на сайте Берлинале вызвало бурную реакцию турков и азербайджанцев. Они называют это пропагандистским фильмом с односторонним сюжетом. Фестиваль отклонил призывы убрать фильм из программы. Этим летом, после виртуального показа, фильм будет показан в кинотеатрах Берлина. Копии лучших произведений армянской миниатюры, созданных студентами студии искусства цветения, будут представлены на их выставке. Посетители смогут увидеть самостоятельное творчество студии. Как сообщает Армен Пресс, торжественная церемония открытия выставки состоится 6 марта в книжном магазине Зангак. Выставка продлится до 16 марта. По инициативе Фонда сохранения и развития армянской культуры Маштоц в Матенадаране уже 4 года работает студия миниатюрной живописи искусства цветения. Ученые Матенадарана учат детей на теоретических занятиях. Далее для вас ансамбль «Ван Вартиерк». Далее для вас ансамбль «Ван Вартиерк» Полная версия видео представлена для вас на официальном сайте Западной Армении. А на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...